Огонь Это очень сильно То есть это ужасно страшно с одной стороны И это очень привлекательно с другой стороны Людей тянет к огню Мой друг Леонард Травенхилл говорил Тебе никогда не нужно рекламировать огонь Но почему Бог так часто сравнивается с огнем в Писании? То есть просто подумайте В Бытие 15 он является как пламя огня В 3 главе Бытия он является в горящем кусте В 19-20 главах книги Исход Вот слава Божия на горе Синай выглядела как огонь поедающий Огонь пожирающий В 40 главе книги Исход Столб облачный днем и столб огненный ночью над святилищем Почему огонь? В конце 9-й, начале 10-й главы книги Левит Бог сжигает жертву огнем А затем сжигает непослушных сынов Аарона огнем А затем во второзаконии 4.24 Бог по сути называется огнем поедающим И это же записано в послании к евреям 12.29 Та же самая картина Бога в Новом Завете Потому что Бог наш есть огонь поедающий Откуда эта ассоциация с огнем? В книге Судьи Бог является в огне и сжигает жертвоприношения В 18-й главе 3-й книги Царств Илья молится «Услышь меня, Господи! Услышь меня в огне!» И это снова и снова В 1-й главе книги Иезекииля является Бог И эти огненные колесницы Это удивительная картина И в 8-й главе книги Иезекииля Огненный ангел Господень приходит от присутствия Божьего, которое в огне Почему огонь? В 7-й главе книги Даниила есть огненная река, выходящая и проходящая перед Господом В 3-й главе Малахии Бог сравнивается с очищающим огнем Иисус говорит о крещении Ильян Креститель говорит о крещении Святым Духом и огнем В 3-й главе Евангелия от Матфея В Луке 12-й Иисус говорит «Огонь пришел я низвести на землю» В 1-й главе 2-го послания фессалоникийцам Он грядет в пламеняющем огне В 4-й главе Откровения есть 7 духов Или 7 сложный дух, представляющий собой 7 светильников Почему? Почему огонь? В огне есть несколько вещей Первое, Он говорит о чистоте Он говорит об очищении от греха и шлаков Второе, огонь говорит о страсти Он говорит о страсти Божьей любви И о страсти Божьего предназначения Другое качество огня Это то, что он распространяется, он умножается Еще одна черта огня Чтобы вы не положили в огонь, полено или что угодно Оно становится огнем И вот почему пророк Еремия говорит о слове Но он пытается удержать его Я не буду говорить это Это очень жестко И он говорит Слово в сердце моем, как бы горящий огонь Заключенный в костях моих Я ободряю вас познавать Бога, как огонь поедающий Огонь очищающий Это ужасно с точки зрения плоти Но это прекрасно для духа И мы люди этого духа Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! Спасибо!